МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии радиокомпании Муравленко ТВ. Светлана Грачева, здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Главная цель – сохранить историю. Активисты приступили к реконструкции и благоустройству памятного места, известного горожанам, как журавль. Будьте бдительны, мошенники не дремлят. Уроки финансовой грамотности оказываются полезными для представителей разного возраста. Лето – не повод для лентяйства. Юные муравленковцы проводят время с пользой в лагере труда и отдыха. Ямал помогает решить жилищные вопросы. Список участников программы по оказанию финансовой помощи бюджетникам в округе стал намного шире. Теперь в программе Фунда жилищного строительства могут участвовать работники федеральных учреждений, государственных автономного округа, муниципальных учреждений, за исключением сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления. Заявку на получение жилищной субсидии могут подать и представители некоммерческих организаций, учредителями которых является автономный округ, зарегистрированных в установленном порядке на территории субъекта. Как отметил директор фонда Виктор Калашников, изменения были разработаны с учетом пожеланий ямальцев и одобрены губернатором и правительством арктического региона. Напомню, ранее программа была рассчитана только на работников бюджетной сферы. В настоящее время финансовая помощь предоставляется жителям 10 муниципалитетов Ямала. Муравленковцы также могут принять участие в программе. Специалисты Управления жилищно-коммунального хозяйства готовы проконсультировать по всем вопросам. Муравленка готовится к проведению выборов. 13 сентября мы будем голосовать за кандидатов в депутаты городской думы, законодательного собрания Ямала и Тюменскую областную думу. Для оказания содействия территориальной избирательной комиссии в организации и проведении выборов в городе создан специальный штаб. В его составе представители администрации правоохранительных структур, управлений коммунального заказа, образования, культуры и жилищно-коммунального хозяйства. Коллегиальный орган провел очередное заседание, на котором обсудили ряд рабочих моментов, касающихся организации выборного процесса в нашем городе. Официальный старт выборам будет дан 25 июня, а с 26 числа кандидатов в депутаты городской думы могут подавать документы на регистрацию. А желающие побороться за кресла в региональных парламентах могут делать это уже сейчас. Выборы в законодательное собрание назначены 10 июня, 10 же опубликованы, с 11 ведется прием документов. В Тюменскую областную думу выборы назначены 9, 10 опубликованы, с 11 также ведется прием документов. На сегодняшний день кандидатов, выдвинувшихся у нас на территории города, нет, хотя уже подходили, спрашивали документы. Далее участники штаба обсудили организационные моменты. Вопросы касались обеспечения связи на избирательных участках охраны общественного порядка противопожарной безопасности. Говорили о подготовке рекламных конструкций для опубликования информации о выборах и оборудовании специальных мест для размещения агитационных материалов. Памятный знак строителям автодороги Сургут-Салехард нужно восстанавливать, а территорию вокруг облагораживать. Так решили активные горожане и перешли от слов к делу. Территорию, больше известную горожанам, как Журавль, этим летом будут убирать в три этапа. За работу взялись участники команды 89 совместно с представителями городской общественности. В первом субботнике участвовал и мой коллега Денис Максимчук. Сохранить историю родного края и передать ее будущим поколениям. Сегодня собрались здесь все те, кому не безразлично будущей страны и региона. Команда 89, представители общественных организаций и объединений города, молодежный совет и общественная палата. Все вместе, общими усилиями и ударным трудом, решили не только реконструировать памятный знак и убраться на территории Журавля. Своим примером показывают, память о первопроходцах, чьими стараниями были уложены транспортные артерии Ямала, нужно не только сохранить, передать будущему поколению. Очень здорово, что до сих пор здесь, во-первых, сейчас памятник стоит, да, дорожники Украины, Тюминской области. И этот памятник сейчас здорово, что здесь Муравленко решили восстановить и сделать нормальным. Особенно сейчас, когда происходит то, что происходит на юго-востоке Украины, когда появились люди, которые хотят зачеркнуть всю нашу совместную историю. А как зачеркнешь? Как зачеркнешь дороги, да? Как зачеркнешь эту дорогу от от Ноябрьска до Уренгоя? Как зачеркнешь города, которые построены вместе? И Ноябрьска, Муравленко, и Губкинский, и Уренгоя? И из истории это не вычеркнешь. Самое главное, не вычеркнешь нас, людей, которые принимали в этом участие. Дорожники, они всегда шли первыми, прокладывая магистрали там, где до них еще не ступала нога человека. Шли вперед, не оглядываясь, а позади них вырастали города и поселки, бурились нефтяные и газовые скважины. Сегодня каждый из нас обязан своим благополучием тем, первым энтузиастам двух трестов «Укртюмень-Дорстрой» и «Укртюмень-Жилстрой». Сегодня проведена великолепная акция, позволяющая сохранять памятники и памятные места, посвященные переоткрывателям Севера. Великолепная акция, которая объединяет все сферы нашего города, жителей нашего города и позволяет сделать наш дом чище. Ну и мы, как городообразующие предприятия, никогда не оставались в стороне и всегда участвуем в таких подобных акциях. Участие в общественной деятельности – это непременный атрибут человека с активной гражданской позицией. Поэтому проведение субботников, акций, общественно полезных дел – это хорошее дело, и мы сегодня принимаем в этом участие. Я думаю, что это также является и хорошим примером для всех наших жителей. Более 50 человек на протяжении нескольких часов работы успели сделать многое. Проредили лес и очистили от мусора, прилегающую к памятному знаку территорию. Но это только начало большой работы. Следующий десант высадится на журавле в июле. А пока коллегиально было принято решение о том, как будет выглядеть итоговый отреставрированный вариант памятного места. Очень много обсуждалось этот вопрос, видели обсудимые обсуждения, разные точки зрения были, вплоть до того, что концепцию изменить и новую сделать, все-таки сажились на том, чтобы все-таки концептуально осталось то сооружение, которое было изначально. Единственное, нужно привести надлежащий вид. Ну и были хорошие предложения дополнить, в частности, на этой плите сделать дороги Ямал-Ниньского округа. Помимо этого, было решено поднять архивные документы и поставить мемориальную доску с фотографиями людей, строивших эти дороги. А для проезжающих мимо автолюбителей будет благоустроено место для отдыха, где каждый желающий сможет во время остановки приобщиться к нашей истории, живой истории развития и становления Ямала, вспомнить ветеранов и рассказать о них своим детям. Связь поколений, история, история России, история края, история своего города. Ее необходимо знать, чтобы понимать, самоидентифицироваться в этой жизни и передавать эту память своим детям, следующим поколениям. Ямал еще очень молодой регион, и большинство городов еще совсем юны. Памятников истории у нас немного, поэтому беречь то, что имеем, мы должны всеми силами. Да, вот такие памятники, которые именно живая история. Конечно, не получилось у нас 300 или 400 лет, чтобы здесь кому-то памятник поставить, но уже ставить памятник людям или событиям, которые проходили 20, 30, 40 лет назад, надо. И вы знаете, это сейчас происходит, это движение идет в целом на Ямале. Знать историю родного края, этапы становления севера, чтить память прошлого и передать свои знания следующему поколению должен каждый житель округа. За последние годы на Ямале памятников установлено немало, но таких, сделанных руками первопроходцев, единицы. Вспомнить, отыскать и восстановить историю задача сегодняшнего дня. Возможно, реконструкция муравленковского журавля даст своеобразный старт этой сложной, но такой важной работе. Денис Максимчук, Александр Скрипин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Какие бывают виды мошенничества и как не попасться на удочку аферистов эти злободневные темы, обсудили участники клуба инициативных людей. Они собрались в клубном учреждении «Лира». На уроки финансовой грамотности побывала и наша съемочная группа, рассказывает Эрнест Бавшин. Мошенничества бывают разные, но результат у всех один. Обманутый человек расстается с крупной суммой денег. Аферистам покорны все возрасты. На удочку мошенников попадаются как люди преклонного возраста, так и молодежь. По словам сотрудников банковских учреждений, Россия сегодня лидирует по количеству случаев мошенничества. И в большинстве обманов виноваты сами граждане. У нас клиентка попала тоже, такая не будем говорить, да, уже как бы. Вот то же самое, что-то типа, мам, переведи мне деньги. Знаете, что самое было обидно? Человек ведь два шага не дошел до операциониста. Она сделала все в зоне самообслуживания в Сбербанке. Он просто сделал в зоне самообслуживания. Не дошла. Вот открой дверь и спросил консультанта. Вот девочки две ходят у нас, прям при входе. Она нет, она в зоне самообслуживания все сделала, а потом подумала, что, наверное, ее обманули. И зашла, уже подошла ко мне. Представители банковских учреждений подробно рассказали участникам круглого стола о том, какие виды мошенничеств сегодня пользуются популярностью. Рассказ занял минут 20, из чего можно сделать вывод, что Остап Бендер, которому было известно 400 сравнительно честных способов отъема денег, значительно проигрывает своим современникам. Их слова подтверждаются цифрами полицейской статистики. Но в то же время есть люди, которые становятся все более финансово грамотными. Звонили, представлялись родственниками, которые попали в беду, якобы совершили тяжкое преступление. И вот сотрудники полиции предлагают срочно решить, скажем так, за вознаграждение и решить вопрос о невозбуждении уголовного дела. Вот, эти случаи были, потом они затихли, как бы год-другой прошел, они опять возобновились в Муравленко, но уже, как бы, люди все, они, ну как сказать, если раньше они повально переводили деньги, то сейчас уже из 10 случаев может быть один. Участники круглого стола поделились своими фактами из жизни, когда их пытались обмануть мошенники. Сотрудники банка и полиции дали несколько рекомендаций по тому, как действовать в подобных случаях. Главное в такой ситуации не паниковать, связаться с банком или с родственниками и спросить, действительно ли им нужна помощь. Такие, можно сказать, лекции, такие встречи надо проводить и с сотрудниками банка почаще, и с правоохранительными органами тоже, чтобы все равно постоянно людям доносить и еще раз давать понять, что это неизбежно, это проблема такая, которая будет всегда. Изобретательность преступников порой не знает границ и намного опережает сухие полицейские сводки. Главная задача таких встреч – предупредить граждан о возможных схемах мошенничества. Как известно, предупрежден, значит вооружен. Эрнест Бавшин, Сергей Кириченко, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Молодежь «Муравленко» летом без дела не сидит. В лагере труда и отдыха в первую смену время с пользой проводят 450 человек. Фронт деятельности обширный. Ребята помогают приводить в порядок улицы города и лесопарковую зону. Трудятся на кухне и в качестве вожатых в пришкольных лагерях. Надежда Деминова интересовалась, как работает и как отдыхается школьникам. Рабочий сезон молодежи в полном разгаре. Ежедневно ребята из трудотрядов делают обход под шефной территории. Сейчас убирают пустырь за лицеем. Говорят, что здесь мусора немного. Несколько гнилых картонных коробок, старый радиатор и так по мелочи. Но есть в городе и за его пределами места, где даже за несколько дней все убрать невозможно. Грязнее всего было возле военкомата. Мы собрали много пакетов. В день выходим очень много, большое количество. Собираем пакетов, около 40 пакетов в день. Всяких бумажек валяется в лесу. Много бутылок, окурков. Горожане очень много мусорят. Не собирают за собой мусор никакой. Оставляют все. Рабочий день трудовых бригад начинается в полдевятого утра и длится до четырех часов вечера с перерывом на обед. Ребят курируют специалисты отдела по работе с молодежью. Им большой стержень жизни будет, потому что это их первый большой труд. И они к нему относятся очень хорошо. У меня детей 28 человек. И все ходят до единого на работу. Я им очень рад и благодарю ему за это. Молодцы у меня дети. Виктория Зубрыкина в летнем лагере труда и отдыха работает уже третий год подряд. До этого успела потрудиться в детском саду и школе. Везде было интересно. По городу просто встаешь, много ходишь. А так и там, и там работать увлекательно. А вот для Виктории Сасиной это трудовое лето, первое в жизни. Она вожатая в лагере солнечная страна. Общий язык находит даже самыми большими непоседами. А уж скучать в лагере не приходится никому. У нас каждый день какой-то новый день. У нас сегодня день похода, так как мы сегодня пришли на конкурс «Мистер и миссис лето». Вчера у нас был день княжины, был день девочек, у нас был день рыцаря. В общем, каждый день насыщенный разными мероприятиями для девочек, для мальчиков, для всех вообще соревнования разные. И, конечно же, мы должны успевать работать вообще со своими отрядами, играть с ними, и до упражнения проводить, играть на улице. Это тоже очень важно. Не менее интересно проводят свой досуг и младшие ребята из трудовых бригад. В непогоду они собираются в молодежном ресурсном центре. Ну а в солнечные дни больше времени проводят на свежем воздухе. Самое интересное для меня – это был фотокросс. Мы бегали по городу, нам давали темы, и мы креативили, думали, как сфотографироваться. Ну, еще итоги не объявили. Мне кажется, у нас это хорошо получилось. Впереди у школьников еще неделя труда и отдыха. За свою работу каждый подросток получит достойную зарплату – в среднем около 12 тысяч рублей. И это, несомненно, неплохое подспорье для молодежи. Надежда Деминова, Владимир Федоров, Сергей Кириченко, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». И на сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Всего вам самого доброго. Хорошего настроения.